Приветствуем вас на нашем канале! Когда-то из каждой квартиры и дома звучал несомненный хит под названием «Розовые розы». По исполнителю, высокому, обаятельному блондину Александру Добрынину женщины и девушки тогда сходили с ума, а он черпал славу огромной ложкой. Однако не смог удержать популярность, обретя статус звезды 90-х. И все же со сцены он исчез не насовсем, и сегодня он собирает залы и делает ставки на старых своих поклонников. Родился Александр в Мамадыши, республике Татарстан, в учительской семье. Его мама преподавала русский язык, а папа вел уроки труда. Сын же оказался натурой творческой и с детства пристрастился к музыке. Особенно его очень впечатляли зарубежные исполнители. Окончив школу, он отправился в армию, а вернувшись, решил стать музыкантом. Александр поехал в Москву и пытался поступить в музыкально-педагогический институт, но экзамены провалил. Теперь эта неудача, которая в молодость воспринималась жизненной трагедией, у него вызывает только улыбку. Ведь вопреки всему он стал профессиональным артистом и любимцем тысяч слушателей. На большую сцену Добрынин вышел в 1982 году, и этот момент был началом его профессиональной биографии. Поначалу, как и многие музыканты, он просто веселил публику ресторанов и танцплощадок, а затем сменил россыпь музыкальных коллективов. Он успел поработать в группах «Здравствуй, песня», «Зочи», «Мираж» и «Кинематограф». В 1988 году молодой человек примкнул к легендарной группе «Веселые ребята» на правах обычного музыканта, а после ухода из коллектива Алексея Глызина попал в основной состав солистов. Поклонники тепло приняли нового музыканта, душевного и очень обаятельного. Ну а после того, как Александр исполнил хит под названием «Розовые розы» или «Светка Соколова», он обрел собственную армию фанаток. Девчонки буквально не давали ему прохода, не стеснялись бросаться на шею на концертах и даже на улицах. Добрынин в начале 90-х, окрыленный славой и зрительской любовью, решил строить сольную карьеру. Но, как выяснилось, позже поспешил. Работа в одиночку ему не приносила результатов, и все же некоторые шаги оставили след в российском шоу-бизнесе. Именно тогда он подарил своим поклонникам хиты «Рыжий клоун», «Пустыня», композиции «Ночные цветы» и «Рита Маргарита». Сейчас музыкант по-прежнему гастролирует по российским городам, выступая как сольно, так и вместе с другими звездами 80-90-х годов, чьи песни когда-то звучали в каждой квартире. Что же касается личной жизни, то женат музыкант был трежды. Впервые он женился сразу после армии. Его избранницей стала Лариса Савельева, тоже музыкант. Но этот союз распался очень быстро, и певец неоднократно называл его необдуманным. И его второй женой стала Ольга Шорина, танцовщица, в которую певец влюбился с первого взгляда. Но и этот брак развалился. Он был полон скандалов, эмоций, ссор и измен. А через некоторое время после развода Ольга сообщила Александру, что родила от него дочку. Добрынин ребенка не признал, а впоследствии не раз говорил, что у него просто отсутствуют отцовские чувства. Ну а в третий раз Добрынин женился на девушке, которая работала по ночам. Его не смущала ее профессия. Он влюбился, женился и поставил условия завязать с такой профессией и заняться домашними делами. Какое-то время в семье все было хорошо, но потом она стала возвращаться домой по ночам. А потом и вовсе ушла из дома. Добрынин пытался найти и вернуть жену, но узнал, что она живет с другим. А вскоре она объявила Добрынину, что беременна от него. На этот раз он тоже ребенка не признал. Ну а единственный, кого все-таки признал популярный артист, это сын Слава, которого родила девушка Катя, с которой он познакомился на улице и некоторое время проживал в гражданском браке. Ребенок имеет заметное сходство со звездным отцом, но вот документально его сыном не является. Также в 2019 году произошел скандал на шоу Андрея Малахова. Там сообщили, что Добрынин выгнал из дома мать, которую перевез к себе в Москву 30 лет назад. Женщину забрала дочь из столичной больницы прямиком в набережные Челны. А по словам Добрынина, в его квартире начался ремонт, так что забрать маму ему было просто некуда. Музыкант отметил, что мать вмешивалась в его личную жизнь и разрушала отношения, не позволяя создать семью. В ее возрасте она нуждается в постоянном уходе, так что ей просто пришло время пожить у дочери. Мать музыканта скончалась в 2021 году, а после в программе «Близкие люди» музыкант признался, что после ее смерти он хотел наложить на себя руки, но его верный кот спас его от суицида. Ну а свое имущество после смерти он намерен оставить не своим детям, а концертному директору Елене Шалимовой. Мы же на этом прощаемся и ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героев. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok